всем привет спасибо как всегда говорю вам за то что вы смотрите эти ролики и пишите комментарии под ними не устаю повторять слова благодарности потому что это очень интересно все это вместе очень интересно и читать комментарии интересно особенно не успеваю отвечать на все потому что не хватает времени так что извините что могу то могу где могу там отвечаю ну и очень многие очень многие пишут о том что вот была музыка раньше когда-то там 60 и 70 а потом пришли страшные 80 и музыка кончилась все осталось только пластиковая какая-то пластиковая чушь какая-то с драм-машинами с синтезаторами и это мол уже не музыка но это конечно полная ерунда абсолютная ерунда потому что музыка восьмидесятых также хороша как музыка семидесятых также хороша как музыка шестидесятых пятидесятых сороковых тридцатых и дальше 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 а синтезаторы ну что синтезаторы что сейчас мало синтезаторов а музыка вот такая просто замечательная ну это ерунда вообще я вспоминаю слова одного своего старого знакомого не друга но знакомым вместе работали он сказал такую фразу отличить хорошую музыку от плохой очень просто хорошая музыка это та музыка которую ты слушал когда был тинейджером а плохая музыка это та которую слушать современные тенты тинейджера мне кажется в этом есть доля истины так вот восьмидесятом году мне было 20 лет и я уже довольно хорошо знал музыку под условным названием рок уже достаточно много слышал достаточно много да и восьмидесятые 20 лет предстоит что такое впитываешь все что новое появляется вокруг тебя из огромным кайфом мы слушали музыку музыку восьмидесятых и я и виктор робертович цой мой товарищ и все 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 кто были в нашей компании не только в нашей а вообще везде и эта музыка она осталась со мной конечно навсегда я ее обожаю там масса прекрасных вещей удивительных совершенно например вот пластинка питера гэбриэла под названием 3 точнее без названия просто 3 альбом питера гэбриэла который вышел в 1980 году и является безусловно здесь я соглашусь с критиками с музыкальными обозревателями разными что бывает редко соглашусь с тем что это но они пишут все что это прорывной альбом я не люблю это слово прорывной потому что куда там кто там куда прорвался музыканты никуда не прорываются ну нормально я имею ввиду творческие люди не те которые сознательно идут зарабатывать деньги больше ничего не нужно а люди которые что-то создают художники которым интересно то что они делают они в общем не прорываются никуда они делают то что им нравится ну альбом конечно ну этапный можно сказать да новый звук новые ритмы новая новые темы новый взгляд на мир все совсем новое абсолютно не похоже на то что делал питер гэбриэл раньше до выпуска этого альбома ну и я уже не говорю про группу про группу genesis вообще что касается группы genesis это лично мое мнение что уход питера гэбриэла из genesis был очень важным хорошим и судьбоносным шагом и этот расход группы с гэбриэлом дал возможности группе звучать по-новому очень здорово очень круто свежо и качественно и гэбриэл совершенно совершенно точно дал дорогу вперед для создания шедевральных пластинок замечательных песен которых не было в группе genesis никогда там было другое это другое как говорит определенная часть публики которые я не люблю кстати говоря меня в комментариях упрекнули кстати когда в ролике от же тратал я сказал что я не люблю владимир ильича ленина так вот 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 эту прослойку а и причислили меня как раз как определенной категории граждан так я вам скажу что вот эту категорию граждан которые это другое вот я их еще больше не люблю совсем до свидания в общем уход гэбриэла из genesis это был подарок судьбы и для genesis и для гэбриэла вот так вот мне кажется пластинка это 80 года ох как хорошо ну начнем с того что играют здесь замечательные музыканты такие как роберт фри фил коллинз кейт буш поет в песне games without frontiers дэйв грегори играет на гитаре из группы экстиси в одной песне играет полу варилер из группы джем группа джем записывалась в соседней студии с гэбриэлом хотя где-то там допущена ошибка выписывая же я же там не был сам я не могу вот рассказывать как будто так я сам это все видел да вот как многие делают между прочим обозреватели вот гэбриэл записывал этот альбом в соседней студии записывалась группа джем с полом вэллером и гэбриэл пригласил пола вэллера записать гитару потому что ему нравилась его гитарная манера но при этом альбом был записан в домашней студии питера гэбриэла я не знаю в какой там соседней студии наверно наверно на личной площадке соседней квартире записывалась группа джем я думаю что не совсем так все происходило но тем не менее пола уэллера гэбриэл пригласил записать гитару в песне and through the wire который закрывается первую сторону альбома я услышал этот альбом примерно в том возрасте про который я уже сказал то есть в готового выпуска восьмидесятом году и меня совершенно сломила конечно звучание intruder начинается первая песня до начинается с барабанного бита невероятно тяжелого с удивительным звуком который придумал стив лиливайт продюсер который записывал и группу кстати говоря с дэйвом грегори который здесь тоже играет на гитаре и фил коллинз приложил руку вот эти вот загейтованные барабаны но из гейт называется обработка которая обрезает звучание малого барабана но и всех остальных тоже и вот это барабанное начало она одно стоит целого альбома на мой взгляд можно было вот это вот вот и вот этот барабанный рисунок с но из гейтом запустить на целую сторону пластинки его можно было слушать вполне то есть вперед вместе с группой can't вместе с другими представителями крауд-рока например вполне очень музыкально очень здорово все звучит но на этом дело не заканчивается потому что подключились все-таки остальные музыканты и пошло дело с дикими конечно барабанами по всему альбому про обработку я уже сказал не буду повторяться но такая барабанная игра такие рисунки такая мощь который не было не побоюсь этого слова вообще в рок-музыке такого подхода к барабанам я честно говоря не помню чтобы они так выходили на первый план и играли в общем лидирующую функцию в общем музыкальной ткани здесь очень много всего очень много звуков все все очень интересно необычно но барабаны впереди всегда и габриэл хотел как раз чтобы барабанов intruder во всяком случае и дальше были записаны без железа без тарелок оставить одни барабаны железо там присутствует дальше но в начале конечно вот эти барабаны без железа они дают ощущение ощущение нового входишь в новое пространство ты жил в одном пространстве рок-музыки все 70-е годы а габриэл открыл дверь и раз и оказалось что за этим пространством существует еще одно пространство да вот наша вселенная и кажется вот все а вот все это вселенная бесконечно да вот все и другой силе а оказывается есть и другая вселенная еще оба на так через черную дыру мы туда влезаем и видим другую совершенно вселенную с другими звуками с другими подходами и и конечно да скрипы странные звуки вот этот режущий голос габриэла intruder дальше но self-control уже просто почти танцевальная какая-то история но очень мрачная очень минорная очень тревожная опять-таки с барабанами впереди и после носов control выходим на старт со сверкающим солнечным саксофоном с удивительным пейзажем космическим при причем не космическим черным до космическим таком таким на другой планете какие-то вот такие красивые деревья красивый красивые светила удивительная трава извинящий сверкающий солнечный саксофон прекрасный но недолго музыка играл недолго фраер танцевал и уходим айдер remember опять ну можно сказать танцевальный бит барабанный страшный и голос габриэла и гитары и синтезатора и все вот это вот восьмидесятническое то что мы не любим да вот но я иронизируйте которые любят такой самый задумчивый рок семидесятых такой прогрессивный такой вот подумать сесть по папа покопаться там в партиях к нам кто что-то медленно и все и так интересно и как костя кинчев спел да то плачет то смеется то о чем то говорится там такой а здесь прямую на тебе такую такую же скач фэмили снэпшот странная песня которая дико не понравилась руководство компании atlantic они также как и песня бика финально не скажу габриэл сошел с ума вероятно и атлантик эту музыку выпускать не будет она совершенно не коммерческая но пластинка вышла все было в порядке коммерческий успех был и потом атлантик через несколько лет все-таки когда закончился контракт с mercury а человек эту пластинку взяли и перевыпустили потому что коммерческая некоммерческая прибыль приносит все равно так сказать дайте нам кусочек но сначала это ужаснуло руководство atlantic весь материал особенно фэмили снэпшот и бика entrude wire почти почти традиционный рок но не совсем да и вот пол уэллер здесь играет на гитаре вешает эти свои power аккорды нововолновые тоже пугало такой для старых меломанов нововолновый звук но ничего пугало пугало пугалом а пластинка удалось games without frontiers антивоенная песня хит не люблю это слово но что поделаешь песня стала хитом деваться некуда противное название противное определение но ничего но очень хорошая очень мелодичная кстати говоря пишут тоже опять таки многие что вот габриал перестал писать мелодии а все внимание отдал барабанным рисунком ритмическим структурам ничего подобного везде очень сильные мелодии не хуже чем в тех самых genesis просто по-другому все по-другому а что касается самих мелодий все здесь в порядке все здесь есть просто барабанный звук и ритм они видимо дезориентировали музыкальных критиков на мелодии нет одни барабаны одни биты ну что такое ничего ничего подобного not one of us опять то же самое то же самое да здесь нет мелодии здесь один только улом барабанов ничего есть и мелодия все хорошо лита нормал life вот я не помню по мне все таки вот эта песня не понравилась атлантику совсем лита нормала хотя фэмили снапшот я думаю тоже они похожи очень медленная такая штука фэмили снапшот интересная очень кстати она начинается такой пространный медленный и в конце все равно навал звука торжественного мощного громкого но воспоминания группе genesis об их псевдо таких оркестров к конечно никуда не делись они в подсознании в подкорке габриэла наверняка еще остались лита нормал life то же самое и бика финальная песня посвященную стивену бика который всеми седьмом году умер в тюрьме борец за права черного населения в южноафриканской республики первый опыт габриэла фу не против противное слово опыт одна из первых песен габриэла которая который можно отнести к тому самого world music чисто африканская история на двух аккордах разрешение в третьем аккорде и просто африканский африканский гимн гимн свободе гимн равенству братству чему хотите всему хорошему я не могу сказать что эта песня красивая потому что слова красивая саму она не вяжется с этим произведением песня грандиозная она грандиозная она длинная и за второй частью начинается просто просто вот этот вот гигантская гигантская сага гигантская музыка прекрасная совершенно африканская ничего все нормально африканская тоже хорошая может быть даже лучше европейской в общем альбом великолепен с любой точки зрения я его очень люблю и всем советую питер габриэл 1980 год пошел пить пока